В.ПУТИН. 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 то они также были переработаны. В частности, появились такие новые рубрики, как «Потип», «Локализация», «Патогенез», «Цитологические особенности» и «Желательные и необходимые диагностические критерии». Интересным моментом является тот факт, что, видимо, как отражение запроса на распространение диджитал-патологии во многих лабораториях в рутине, в частности, использование в рутине различных модулей анализа изображений, появилась возможность перевести диаметр поля зрения большого увеличения микроскопа в определенную площадь, выраженную в миллиметрах квадратных, что упрощает подсчет метозов в отсканированном слайде. Также впервые в классификации Всемирной организации здравоохранения были выделены всем уже хорошо известные молекулярные подтипы рака молочной железы. В частности, например, одна из самых финансово доступных – это суррогатная классификация, которая основана на экспрессии биомаркеров рецептора астрогена, прогестерона, ХЕР-2 и КИ-67. А также некоторые другие, в частности, например, молекулярная субклассификация трижды негативного рака молочной железы. Это, конечно, не сюрприз, но в возрастной классификации информация об этом появилась впервые. Впервые также в пятом издании появилась информация о том, что туморинфильтрирующие лимфоциты в разделе «Дополнительные прогностические и предиктивные факторы» описали позитивное влияние большого количества туморинфильтрирующих лимфоцитов для неадьювантной терапии и для общего исхода у пациенток с трижды негативной и ХЕР-2-позитивной карциномой молочной железы. Также были приведены рекомендации для количественной оценки ТИЛС в раке молочной железы. Что касается микроинвазивной карциномы, теперь единственным критерием диагностическим является размер 1 мм или менее. Так как, как выяснилось, оценка выхода процесса за пределы специализированной стромы, она очень часто сложна, затруднена, особенно если в строме есть отек, либо выраженный воспалительный инфильтрат. В общем, это сейчас не требуется. Единственным критерием является размер. Хотелось бы поговорить отдельно про медулярную карциному. Как я уже упоминала, ее исключили как отдельную нозологическую единицу в новой версии классификации. Ранее, если вы помните, карциномы молочной железы с выраженным лимфоплазмоцитарным инфильтратом относили в группу карцином с медулярными чертами. Туда входила медулярная карцинома, атипичная медулярная карцинома и карциномы с медулярными чертами. Это были хай-грейд опухоли, богатые иммунными клетками, с характерной архитектурой синцитиальной, без образования железистых структур. Часто они были трижды негативны, часто они экспрессировали базально-клеточные, имели базально-клеточный иммунофенотип. И в целом, эта категория карцинома молочной железы характеризовалась крайне низкой воспроизводимостью. Было проведено несколько работ, в которых было показано, что медулярные карциномы молочной железы, по сути, имеют массу общих черт с базально-клеточными, с базально-подобными карциномами, богатыми иммунными клетками. Собственно, возможно, за счет того, что они в такой степени богаты ТИЛС, их прогноз существенно лучше, чем, например, у опухолей подобной стадии ГРЭЙД-1 и ГРЭЙД-2. Поэтому сейчас предлагается эту группу, которая обладает этими вышеперечисленными признаками, отнести к медулярно подобному паттерну неспецифицированной карциному молочной железы. В силу того, что прогноз у них действительно лучше, и это связывается с наличием ТИЛС в строме опухоли. Также появилась новая нозологическая единица, такая как муцинозная цист-аденокарцинома. Это инвазивная опухоль, которая представлена архитектурно, она построена как кистозное пространство, заполненное муцином, в котором содержат столбчатые клетки, образующие папиллярные структуры, с также наличием интерацитоплазматического муцина. Надо признать, что эти опухоли достаточно редкие. Всего лишь несколько кейс-репортов было представлено на суд общественности, и встретить эту опухоль в рутинной практике, наверное, не так часто. Чаще всего эти опухоли не экспрессируют рецепторы эстрогена, и прогестерона, и обладают такой характерной гистологической картиной. Ещё одна новая нозологическая единица – это толсел-карцинома с обратной полярностью. Она пришла на смену двум нозологическим единицам, которые были достаточно редкими. Это карцинома молочной железы, напоминающая толсел-вариант папиллярной карциномы щитовидной железы, и солидная папиллярная карцинома с обратной полярностью. Как следует из названия, эта опухоль состоит из гнёзд, которые образованы стопчатыми клетками, в которых ядро расположено не базально, а опекально. Также, как и в папиллярных карциномах щитовидной железы, можно увидеть бороздки и включение в ядрах. Строма этой опухоли очень часто фиброзная. Так это выглядит вблизи. И надо сказать, что эти опухоли также часто бывают трижды негативными. Существенной переработке подверглась глава, посвященная нейроэндокринным опухолям. Интересно вообще в целом проследить тот путь, который прошло восприятие нейроэндокринных опухолей в молочной железе. Впервые о них, как самостоятельной нозологической единице, начали говорить в 2003 году, когда их включили в третью классификацию опухолей ВОЗ. Тогда это была классификация и опухолей молочной железы, и опухолей женской половой системы. И критерии диагностические были сформулированы на основе этой замечательной статьи Анастапина. На тот момент к нейроэндокринным карциномам относили опухоли эпителиального происхождения, которые напоминали таковые в ЖКТ и в легких, и в любой степени экспрессировали нейроэндокринные маркеры. В предыдущей классификации 2012 года выделили так называемую категорию карциномы с нейроэндокринными чертами. Туда входили две крупные категории – это высоко дифференцированные нейроэндокринные опухоли и низко дифференцированные нейроэндокринные карциномы. Но существенной проблемой в этой классификации было наличие третьей категории, в которую входили все инвазивные карциномы молочной железы с нейроэндокринной дифференцировкой, а именно часть НСТ и часть карцином, которые по природе своей могут иметь экспрессию нейроэндокринных маркеров, такие как солидная популярная карцинома и муцинозная карцинома гиперклеточный ее вариант. И возникал вполне себе логичный вопрос, чем отличаются в этой классификации неты по определению опухоли G1 и G2 от, например, специального типа карцинома молочной железы G1 или G2. То есть ответа на этот вопрос не было. Надо обратить внимание на тот факт, что в предыдущей классификации для того, чтобы включить опухоль в категорию нейроэндокринных образований, необходимо, чтобы экспрессия нейроэндокринных маркеров была минимум в 50% опухолевых клеток. Что произошло сейчас? На данный момент для того, чтобы включить опухоль в категорию нейроэндокринных неоплазий, необходимо, чтобы экспрессия нейроэндокринных маркеров была выраженная, диффузная и мономорфная. Хотелось бы чуть-чуть вернуться в 2018 год и рассказать о том, что в этом году произошло консенсусное соглашение экспертов ВОЗ и Международного агентства по изучению рака, которые решили устранить все существующие противоречия, недостатки классификации нейроэндокринных образований в различных локализациях анатомических и прийти к каким-то единым формулировкам. В частности, было предложено использование термина нейроэндокринной неоплазии для всех опухолей, которые проявляют выраженную нейроэндокринную дифференцировку. Если говорить о молочной железе, то low- и intermediate-grade картиномы, которые обладают соответствующей морфологией, характерной для нейроэндокринных образований, и демонстрируют выраженную мономорфную экспрессию нейроэндокринных маркеров, они относятся к нейроэндокринной опухоли. К нейроэндокринным карциномам мы относим карциномы с high-grade морфологией. Все, что не подходит под данные критерии, то есть либо эта морфология недостаточно характерна для нейроэндокринной опухоли, либо же мы видим недостаточную экспрессию нейроэндокринных маркеров. Теперь мы относим к НСТ с соответствующими чертами. Хотелось бы немножечко остановиться на репортинге. Новая классификация предлагает, когда мы видим смешанную опухоль НСТ и специальный тип, и специального типа менее 90%, от 10 до 90%, мы должны назвать это смешанной опухолью, и оценить в своем репорте количество в процентах этого специального типа. Также в новой классификации предлагается указывать grade и рецепторный статус обоих компонентов, если это возможно. У меня, наверное, все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.